Итак, друзья, сегодня будем говорить про 501 модель Левисов. Это, как известно, каноническая модель не только для продукции Левис. Это каноническая модель для всех джинсов. Собственно говоря, это истоки джинсов. Итак, за что их так ценят? Ну, конечно, прежде всего за их наследие, то есть за их историческую ценность. Вот это родоначальники всех джинсов. Итак, 501 модель. Впервые эта модель появилась в 1890 году, когда Левис Тросс со своим компаньоном решили производить крепкие штаны из денима для рабочих золотоискателей. Левис Тросс уловил потребность такую, создал штаны полностью отвечающими, значит, к качествам вот этой категории рабочих. Вот. И появилась 501 модель. Дожила до сегодняшних дней. В течение времени эти джинсы, 501 модель, эволюционировали. Что-то в них менялся, менялся крой, фурнитура, значит, менялись красители. Но, тем не менее, модель дожила до сегодняшних дней, популярна сегодня. Сегодня Левис производит, ну, скажем, 2 большие группы изделий под моделью 501. Это, значит, модель, созданная для массового рынка, оригинал. И модель Винтаж Клозин, то есть модель, которая репродуцирует какие-то знаковые даты. И связаны с ним, значит, модели Левисов 501, которые в точности воссоздают во всех подробностях детали джинс тех лет. Но сегодня у нас на обзоре будут, значит, джинсы оригинал, Red Tap еще их называют, модель, созданная для массового рынка. Итак, хочется сказать пару слов, где же их производят. Сегодня Левис Тросс не имеет своих фабрик в Америке. Все их производство, значит, они перенесли в страны третьего мира, как правило. Это, значит, страны Латинской Америки, Центральной Америки, Азия и Турция. Восточная Европа. Для европейского рынка их делают в Турции и в Польше. Для американского рынка, как правило, это Мексика. Гаити, а также, значит, для Южной Америки там тоже есть свои какие-то страны. Для Азии это Китай. Итак, сейчас мы с вами разберем в подробностях, собственно говоря, почему любят Левисы 501. Это первые, и мы в деталях с вами будем разбираться, что должно присутствовать в этих классных штанах. Все разберем с вами до мелочей. Итак, начнем вот с этой вот летучей мыши. Вот этот знаменитый ярлык в форме летучей мыши, который есть и должен быть на 501 моделях, с него начинается вся информация. Итак, что мы видим на данном конкретном экземпляре? Значит, мы видим номер модели. Мы видим, что это серия Левис Ориджинал Фид, ну, то есть для массового рынка. Дальше мы видим Стрейт Лег. Это, значит, имеющий прямой крой. Они не зауженные, они не имеют зауженности к низу штанины. И они имеют, значит, medium waist. Это так называемая посадка на поясе, средняя. Как мы знаем, джинсы бывают, имеют посадку заниженную. Классические 501, они имели high, значит, высокую посадку. Но вот эти конкретно имеют классическую посадку. Ну, вот, собственно говоря, Стрейт Лег. Дальше Button Fly, модель на болтах. Shrink to fit. Что это такое? Shrink to fit – это, значит, технология, значит, в буквальном переводе переводится как усадка по фигуре. То есть эти джинсы, они не прошли фабричную усадку, то есть они не обрабатывались в барабане, похожей на стиральную машину, чтобы их присадить. Эти джинсы присаживаются во время стирки, во время носки, во время стирки по вашей фигуре. Я вам даже расскажу такую легенду. Ковбои в лошадиной поилке, в лошадиную поилку залезали вот в этих штанах, на них намокали, они ходили в них весь день, высыхали на них же, и потом джинсы принимали форму их тела. Как правило, такие, значит, 501-е, значит, Shrink to fit, они, как правило, ну, изначально не широкие, они немножко мешковатые, но этого пугаться не надо. Нужно их просто выстирать, да, подсушить, желательно влажными их поносить, и тогда они разносятся прямо на вас, то есть примут ваш силуэт. Так, также мы видим тут два указателя на Red Tab, один идет, второй указатель идет на усиленный шов. Дальше переходим к бирке. Вот мы видим с вами вот такую бирочку, на ней тоже содержится важная информация. Это код 501-00501, значит, код цвета денима 0226. Вот цвет денима, цвет денима 0226, его еще называют черный. Но, конечно, этот деним, он реально черно-синий, то есть, ну, в этих цветах содержится, в красителе, в химическом красителе содержится серо. И таким образом, вот они такой черно-синий оттенок имеют. Ну, дальше мы видим размер, значит, вейст размер в поясе, ленч, размер, значит, по штанине. Дальше мы видим, опять же, дублируется номер моделей Shink to Fit. Ну, друзья, давайте перейдем к патчу. Патч – это вот такая штука. Первоначально этот патч делался из кожи, ну, начиная где-то с середины века, то есть, годов. 66-го года, по-моему, этот патч стал делаться из картона, но нас будет интересовать вот что. Значит, смотрите, какие характерные элементы. Только у 500 меры первой модели есть вот два икса. Это в переводе как экстра-экстра-стронг. Изначально 501 левиса, они как раз так и назывались, два икса. То есть, очень-очень прочные джинсы. Вот. Экстра-экстра-стронг. Дальше вот идет такой отрывной талончик. Видите, да? Вот он. Так, переходим к следующей информации. Что тут еще для нас есть важного? Итак, мы видим бирки. Сейчас мы с вами разберем, что это значит. Так, ну вот на этой бирочке дублируется информация. Код джинсов, код цвета, размер. Дальше вот такая интересная бирочка идет. Raw and Wash Denim. То есть, нестиранный деним. Еще им называется Raw Denim. То есть, джинсы не проходили никакую фабричную усадку. И они будут усаживаться по вашей фигуре в процессе их носки стирки. Так, что тут еще у нас есть? Ну, давайте перейдем к отрывным лентам. Вот у нас отрывные ленты. Какая полезная информация тут содержится? Ну, конечно, нас вот что будет интересовать. Итак, вот смотрите. Made in Mexico. Так, дальше у нас вот крайне важная информация. Это вот это. Это материал. То есть, деним, из которого сделана эта модель, это 100% хлопок, 100% катон. Без примеси всяких эластанов, эластинов и прочим уровнем. Но я лично считаю, что это важно, это важно иметь джинсы 100% хлопка. Причем, сразу отмечу, плотность этого денима, плотность этого денима 12,5 унций. И еще, если говорить про деним, это так называемый риджи деним. То есть, жесткий деним. Значит, еще Левис выпускает модели Stone Wash. То есть, мягкий деним. Они сразу мягкие. То вот эта конкретная модель, это модель виджи. То есть, джинсы, они такие, как хрустящие, такие жесткие. То есть, в процессе носки и стирки, они, ну, тоже, конечно, станут мягкими. Но изначально это жесткие штаны, это жесткий риджи деним. И давайте двигаться дальше. Раньше, ну, вот здесь на поясе, вот здесь на поясе, до 2013 года, значит, тоже бирка содержалась, этикеточка. Сейчас ее не делают. Так, перейдем, значит, к товарной информации внутри, на мешковине. Вот. Ну, как известно, да, что раньше на мешковине кармана Левис ставился и печати, как гарантия качества. У нас тоже это есть патч. Теперь я хочу сказать важную деталь. Вот если мы перевернем этот мешковину кармана, то с левой стороны вот тут еще будет такой вшит такой вот логотип красный. Вот его тут отсюда хорошо видно. То есть, на оригинальных джинсах он обязательно должен присутствовать. Вот располагается сразу под карманом с патчем. Так. Из каких-то характерных деталей, о которых стоило бы сказать, на отрывной ленте, на отрывной ленте, видите, содержится код. Я говорю вот про этот код. 4001. Этот же код дублируется на большой пуговице. Может быть, на видео вы его не увидите, но придется вам поверить на слово, что он есть. Итак, ну, с товарной информацией мы с вами разобрались. Дальше, ребят, мы с вами продолжим разговор о материале. Крайне важная информация. Итак, друзья, продолжаем наш разговор. И продолжим его о материалах. Итак, Левиса 501 модель, как я уже сказал, она ценна прежде всего традицией. И когда я выбирал эти штаны, для меня было очень важно причастие этих штанов к наследию. И вот одним из таких, значит, традиционных моментов является Деним. То есть джинсовая ткань, из которой эти джинсы должны быть, на мой взгляд. Итак, вот конкретно эти джинсы 501, они, видите, они имеют стопроцентный хлопок, сделанный из стопроцентного картона. Я вам уже это показывал на отрывной, вернее, на вшитой контрольной ленте. Вот, да? Вот тут вот указывается стопроцентный картон. Дальше. Это так называемая модель Риджит. То есть джинсы с крахмалом, жесткие. Они даже вот хрустят, когда вот их трогаешь, они жесткие. То есть это так называемая Риджит модель. Мягкая модель, как мы знаем, называется Stonebord. Но для меня важно иметь именно вот такую аутентичную модель оригинальную, да? Именно такая, на мой взгляд, наибольшей соответствующей традиции. Вот. Значит, вот этот Деним, он, значит, имеет окрас черно-синий с кодом 02-26, однотонный. И для меня это очень важно. Дело в том, что сегодня Левис производит очень, ну, в угоду моде производит очень много моделей, значит, с эффектом, с искусственным эффектом старения. То есть, когда на фабриках они проходят всякими бесконструйными машинами обработку, появляются следы жесткой носки. Но это, честно говоря, по мне херня все. То есть я принципиально за то, чтобы джинсы были именно вот такого-то окраса, однотонного, традиционного окраса. Никакого коричневого, никакого, ну, я не знаю, там, других каких-то немыслимых оттенков. А именно, а именно вот такой вот, черно-синий. Еще есть традиционный окрас, называется индиго. То есть это тоже вполне классическая вещь. Вот давайте посмотрим, значит, как натуральный деним и 100% хлопка отличается от того, что валяется сегодня на массовых рынках, в всяких, значит, бутиках. Вот смотрите, вот это конкретно модель Ости. Ости, вот это вот, видите, да, вот чем они отличаются. Вот на этом дениме мы видим такой крупный диагональный рисунок. Я вот сейчас вам даже покажу, вот смотрите. Вот текстурированный рисунок очень хорошо заметен. Вот это вот диагональное вот это вот плетение, да. Также мы видим, что изнутри, изнутри нить белая-белая. То есть она не такая, как вот на этих Остиновских, видите, да. Она какого-то серого какого-то, грязного какого-то оттенка. И тут, например, вот тоже заметно, да, что тут вот нет такого четкого рисунка, как на левисах. Видите, да. Вот. Почему это важно? Дело вот в чем. Это не только прочность, это не только комфорт носки. Это, значит, свидетельство того, как ваши джинсы будут стареть в процессе носки. Вот эти штаны будут стареть очень красиво. С каждым годом они, как дорогой коньяк, будут становиться все круче и круче. Причем потертости, которые будут на них появляться, фейдинг так называемый, да. Вот здесь вот в этих местах, как правило, на коленях, под коленями, внизу штанины, на поясе, в складках, да. То есть этот рисунок будет ваш персональным. Исходя из вашего стиля жизни, из вашей комплекции, культуры движений. И эти джинсы, они будут взрослеть вместе с вами. Они будут становиться вашей вещью, вашими родными штанами. То есть каждая их черта будет, значит, соответствовать вам. Но это как ваши индивидуальные персональные вещи. Также в чем, значит, ценность шринг туфи, то есть усадка по фигуре. Эти джинсы, также форма этих джинсов будет принять ваши индивидуальные черты. Поверьте, это очень клево. То есть персональный фейдинг, персональная усадка по вашей фигуре. Ребят, это будут ваши родные штаны, будут вашей второй кожей. Это намного круче, чем вот такая вот херня с рынков, с масс-маркетов. Которые совершенно безымянные, какие-то протертые. Похоже, которые будут становиться, там через полгода станут тряпкой. Вот эти штаны, это то, что нужно. Так, мы сказали, что эти джинсы 100% котом. Что у них правильный окрас черный-синий. Что они имеют плотность 12,5 унций. Но, правда, есть еще модели, которые, значит, имеют плотность 14,5 унций на ярд. Но вот эти конкретно варианты, ну, скажем, начальные 12,5 унций. Итак, вот у вас вертится вопрос. Когда же ты скажешь нам про селвидж? И давайте поговорим про этот селвидж. Раньше традиционно 501 модели, вообще любые джинсы левисовские, из хлопок изготавливался, ну, не дыним, ткань изготавливалась на челночных ткацких станках. И отрезы ткани были где-то по 70-80 сантиметров в ширину. Причем окантовка этого отреза ткани, она имела, вот скажем, ну, такую кайму, да, кайму. И потом, когда эти джинсы раскраивались, вот эта каемочка, она, естественно, нашла свое отражение в штанине. Вот я вам сейчас покажу на одной из моделей, что такое селвидж. И ткань, значит, джинсы вот с этим селвиджем назывались селвиджами. Вот смотрите. Вот, вот, вот это вот, значит, деним, именно сделанный по старым технологиям на, скажем, репродуцированных ткацких станках из более узкого отреза. И вот он, как бы, вот этот селвидж. Причем, что характерно, чтобы внести свое отличие, Левис стал, значит, вплетать, ну, скажем, вплетать вот в эту кромочку денима вот такую свою красную нить. Это вот характерная особенность. Итак, вы спросите, почему же вот на этих штанах мы видим только оверлок, да? Вот. Я вам объясню. Как я вам уже сказал, вот эта Red Top серия, она, значит, более современная, рассчитана для массового рынка. Естественно, их делают уже на других, более современных машинах, и поэтому вот на этой серии мы видим тот оверлок, да? Правда, надо сказать, что именно в винтажных сериях, LVC называется, да, винтажка лозинг, там как раз с соблюдением традиции джинсы имеет вот этот самый селвидж. Но это именно только на винтажных сериях 501 моделей. Тут у нас оверлок, да? Идем дальше. Сейчас мы с вами будем говорить про фурнитуру. Традиционные левисовские болты, да? То есть 501 модель, она вот на таких болтах выходит. Конечно, мы знаем, что есть еще, значит, модификация 501 с зиппером, да? 501Z модель. Но тут у нас модель традиционная на болтах. Итак, сколько же должно быть болтов? Болтов должно быть от 3 до 5 в зависимости от размера. У нас мы видим 3 болта. Но если размер, значит, а наш размер 30 на 32. Вот. Если же бы, например, размер был после выше 31, то там было бы 4 болта. Эти болты сделаны, значит, из плава никеля. Из плава никеля. Вот. И на главной пуговице такой есть кодик 4001. Он должен присутствовать. Дальше мы поговорим с вами про заклепки. С фронтальной стороны должно быть 6 заклепок, как у нас. Вот. Делаются, значит, эти заклепочки снаружи, они делаются также из плава никеля. Но с обратной стороны они должны быть из меди. Также мы... Не получится у меня макросъемку вам сделать. Но мы видим надпись, значит, LVC & Co. Также эта информация дублируется, значит, на заклепках спереди. Вот. То есть, вот эти вот логотипы. И что касается фурнитуры. Ну, от 3 до 5 пуговиц, 6 заклепок с передней никель. Изнутри этой заклепки должны быть медные. Давайте потихонечку с вами перейдем к крою. Это джинсы straight-eat. Это указаны этикетки. Это значит, это прямой крой штанов. Значит, 501 модель традиционно, значит, имела прямой крой. То есть, так называемые трубы. Прямые штанины, не зауженные книзу и вообще не зауженные. Имеющие высокую посадку в поясе. Но традиционно мы, я уже говорил вам в самом начале, что эта модель эволюционировала. И со временем 501 модель стала уже, чем та, которая была у истоков. Она становилась уже на протяжении многих лет. И сейчас вот она, ну, сохранила, конечно, вот эти черты прямого кроя. Regular Fit его еще называют. Но, тем не менее, мы все равно видим, да, что они не такие, как мешкообразные. Они все равно имеют некоторую зауженность штанины к низу. Вот. Также, что касается кроя, мы видим, что вот эта вот так называемая посадка на талии, посадка на фигуре, она у нас идет средняя, то есть она невысокая, как была в традиционных джинсах, да? Вот для ковбоев мы знаем, что она была вообще, она до середины живота доставала. Это им было удобно, чтобы кататься в седле на лошадях. Но сейчас эта модель имеет среднюю посадку. Называется Classic Rise. Еще, значит, есть, еще она называется Medium Rise. Эти джинсы, они не выходят, значит, с низкой посадкой по талии. Так называемая Low Rise. Вот. Поэтому крой у них именно такой традиционный. Вот вы меня спросите, а вот что, как быть, если вы хотите зауженные джинсы? Ну, друзья, что могу сказать? Сейчас либо вы выбираете другую модель, 511-ю, то есть Slim Fit, залуженные джинсы и залуженные книзу. Мы также знаем, что для массового рынка сейчас даже Skinny выпускает фабрика. То есть любой каприз за ваши деньги. Но, если уж вы берете 501-ю модель, нафиг вам все это надо. Покупайте нормальные пацановские штаны. Мы ведь-то за что их любим? Зачем мы покупаем вот как бы эту 501-ю модель? 501-ю модель мы покупаем именно из-за ее, значит, классических черв. Именно за любовь к традиции, уважение к традиции. Вот. Ради этого все. Поэтому, ну, я купил эти штаны именно за их пацановский такой мужской прямой крой. Они такие выглядят достаточно брутально. Никаких Skinny, никакого вот этого, значит, искусственного, искусственных следов возноса. Это чисто натуральные классические 501-е штаны. Вот. Давайте пару слов я еще скажу касательно пошива. Итак, ну, какие характерные моменты имеют вот 501-е модели? Ну, это вот этот так называемый треугольничек, да? Вот тут вот в ширинке. Раньше, раньше в этом месте была заклепка у самых истоков, когда эта модель была. Сейчас же вот такой вот выбитый треугольник. Ну, как напоминание, что тут усиленный шов и раньше была заклепка. Конечно же, швы все должны быть ровные. Вот эти характерные арочки, которые на левисах, да? Вот тут на карманах. Вот этот защитный шов. Опять же, да, раньше тут были внутренние болты, укрепительные шлевки. Вот мы видим, да? Но даже на оригинальных джинсах, конечно, бывает некоторая неточность, то есть торчащие нитки и так далее. Ничего страшного в этом нет. Я бы не стал на этом вообще зацикливаться. Тут мы, конечно, их не видим, но тем не менее. Вот еще, значит, к характерным моментам относится вот этот так называемый клин, шов-клин, да? Вот он. И вот интересно, на 501 модель, смотрите, вот где этот кармашек, тут шов продолжается до самого пояса. Вот он. Вот хорошо отсюда, думаю, видно. Ну, понятно, что это везде двойная строчка. Вот. Итак. Что я хочу заметить, значит, в конце нашего видео. Если вы придете на рынки, на которых продаются паленые штаны, вы там, конечно, найдете похожие вот эти вот все этикеточки, похожие бирочки. Конечно, они будут неточные, никак на моем виде. Они будут, ну, как бы, в значительной степени будет там много ошибок. Но, тем не менее, тем не менее, вы должны хорошо понимать, что на этих рынках вы никогда не купите нормальных, классных Левисов 501 дешевых. Они там, как правило, там 2,5 стоят, но поймите, эти джинсы всегда будут из плохой ткани. Они будут иметь неточный, неправильный, некрасивый крой. Они будут сделаны из плохого денима, который с эластаном. Вот эти вот все там будут следы искусственного износа. Ткань будет, ребят, там такая же, как вот с этих масс-маркетов, да, с осенов. Вот она будет вот такая невыразительная, превратится в тряпку быстро. Стоять будет очень стрёмно. И потом, честно говоря, у вас останется только одно разочарование. Я все эти стадии проходил, тоже одевался в осенах, во всяких зарах. Но, поверьте, никакого удовольствия от носки не получаешь. Потому что тут все удешевленное, все только напоминающее очень-очень далеко нормальные штаны. Тут же мы видим настоящую классику, которая будет носиться с большим удовольствием. И вы будете получать, ну, настоящее удовлетворение, эмоциональное и физическое. Потому что джинсы эти классные, удобные. И будут очень красивыми становиться с каждым годом их носки. И вот это, наверное, самое главное в них. То есть, вещь, от которой вы получаете удовольствие. Не только от того, что...